приветствую всех на своем канале есть поесть и сегодня предлагаю необычный рецепт теста это старый всем известный рецепт но может быть кто-то не знает называют его по-разному водолаз или утопленник но несмотря на такие неблагозвучные названия на самом деле тесто получается просто великолепным к тому же у него есть несколько преимуществ готовится она гораздо быстрее чем тесто которое мы делаем обычным способом и относится к разряду получается всегда и у всех а список ингредиентов смотрите под описанием к видео свежие дрожжи раскрошу в миску можно воспользоваться и сухими количество берем в три раза меньше добавляю одну столовую ложку с небольшой горкой сахара наливаю простоквашу комнатной температуры и хорошенько размешаю венчиком до растворения дрожжей добавляю соль ее количество берите по вкусу растительное масло и постепенно добавляя муку замешу тесто сначала венчиком насколько это возможно а потом руками готовое тесто необходимо хорошенько вымесить общее количество муки регулируйте сами в получившееся тесто добавляю одну две столовые ложки растительного масла и хорошенько его обмазываю со всех сторон отправляю тесто в прочный пакет я обычно беру пакетик для замораживания он поплотнее в крайнем случае можно поместить в два пакетика собираю концы можно просто завязать на узел но я обычно прикрепляю клипсу в миску наливаю воду некоторые используют холодную но я обычно беру градусов 38 просто опускаю руку и вода должна быть такой тепленькой не горячей помещаю в воду тесто показателем готовности теста служит то что оно всплывет но я обычно ориентируюсь на время держу его минут 40 в процессе расстойки я два раза переворачиваю тесто для равномерного прогревания готовое тесто извлекаю из воды и аккуратно выкладываю из пакета на стол подпыленной мукой немного обминаю посмотрите каким получается тесто мягким податливым и оно при надавливании пищит что говорит о хорошем качестве тесто готово теперь из него можно формировать изделия как пирожки для духовки или для сковороды пироги и многое другое в следующем моем ролике смотрите как я сделала хлеб бутерброд в виде гармошки из этого теста в общем тесто поистине универсально для основы можно взять и молоко и сыворотку и кефир еще говорят что изделия из этого теста долго не черствеют буквально до двух недель я честно говоря не знаю не проверяла у нас обычно все съедается быстро если вам понравился сегодняшний рецепт не забудьте поставить лайк смотрите на моем канале также и другие не менее интересные способы приготовления дрожжевого теста например тесто в пакете или тесто которое готово к работе буквально за 10 минут все ссылки я оставлю под видео и обязательно подписывайтесь на канал есть поесть впереди еще много интересных рецептов а я желаю всем приятного аппетита удачных экспериментов на кухне увидимся в следующих видео удачных экспериментов